Ну ладно, пойдем тогда дальше. Идл Парвис? А, помните, нам говорили, что он может нас в болотный лагерь отвезти? Давайте поговорим с ним. Да пребудет с тобой спящий незнакомец. Я здесь, чтобы наставить тебя на путь истинный. Бла-бла-бла, все несут одно и то же. И какой же это путь? И каков этот истинный путь? Путь спящего. Лишь в его силе освободить нас. Гуру хотят призвать спящего. И поэтому сейчас в нашем лагере готовится великая церемония. До сих пор он говорил с нами только в видениях. Но пришло время увидеть его воочию. Чтобы достичь этого, нам надо объединить всю нашу духовную силу. Для этого нам понадобится много последователей. Наш лагерь недалеко отсюда, на болоте. Хочешь, я могу проводить тебя туда? Ну, потом. Спящий говорит с нами во снах и видениях. Вот уже пять лет он ведет нас за собой, с тех пор, как Юберион впервые услышал его. Все члены братства отвергают трех богов и молятся о спасении лишь спящим. Спасении? От чего? От этого проклятого места, конечно. Спящий укажет нам путь к свободе. Ну-ну. Какой мне резон присоединяться к вам? А какая мне польза от того, что я присоединился к вам? Возможно, ты станешь одним из избранных, кто получит от спящего магический дар. Или ты сможешь достичь больших высот и стать стражем. Только лучшие из нас могут добиться этого. Если будет на то воля спящего, ты можешь даже совместить оба этих занятия. Видишь, наше братство многое может предложить тебе. Серьезно подумай об этом, прежде чем решить присоединиться к какому-нибудь другому лагерю. Мне, конечно, интересно, но я лучше присоединюсь к старому лагерю. И что говорит вам спящий? И что сказал спящий? Он привел нас к развалинам старого храма на болоте. Именно там мы построили свой лагерь. Он даровал нам свободу действий. Никто из нас не горбит спину на шахтах. Он открыл нам силу болотника. Мы продаем его другим лагерям и взамен получаем все, что нам надо. А избранных он одарил магическим даром. Его магия более могущественная и древняя, чем та, что используется остальными. А вот магия-то уже интересна. Расскажи мне о магии спящего. Расскажи мне о магии спящего. Этот дар позволяет человеку управлять силой своего разума. Только гуру посвящены в таинство магии спящего. Не думаю, что здесь можно хоть что-нибудь изменить. Ладно. В лагерь ты меня свой отведешь позже. Так. О, Декстер. Помните, говорил, что он тоже влиятельный человек. Я думал об этом уже все давно. Эй, ты. Я продаю болотник и эликсиры из лагеря сектантов. Что-нибудь хочешь купить? Так. Что такое болотник? Что такое болотник? Новенький, да? Большинство из нас курят болотник, чтобы расслабиться. Понятно. Типа наркоты что-то. Марихуана. Ну, покажи мне, что у тебя есть. Покажи мне твои товары. У меня все самое лучшее. Ха, не. Опа. Руда. Карта. Ну, карта у меня уже есть. Давай поговорим. О, эликсиры и стрелы. Хм. Ага, и косяки болотника. Ну, мне пока это не надо. У меня пока не хватает. Стоп. Ну, я ж болван. У меня все. У меня же есть жареное мясо. Давайте-ка взамен... Взамен давайте руды купим немного. Руда мне нужна. Принять. Так. Я хочу присоединиться к лагерю. Хочу стать призраком. Я хочу присоединиться к лагерю. Хочу стать призраком. Да? Хочешь показать, что ты чего-то стоишь? Ну, хорошо. Можешь помочь мне. Если сделаешь все как надо, я поговорю с Диего. Что ты хочешь от меня? В лагере сектантов есть один тип. Галом. Важный парень. Один из гуру. Он алхимик. И у него есть рецепт очень эффективного целебного эликсира. Если у меня будет этот рецепт, я смогу готовить такой же эликсир. Но к Галому просто так не подобраться. И что я должен сделать? Болотным придуркам постоянно нужны новые люди. Ты здесь новенький, и тебе будет легко притвориться, что ты хочешь присоединиться к ним. Галом – один из гуру. И именно он испытывает новичков. Когда встретишься с ним, попробуй получить рецепт. Как ты его добудешь, мне все равно. Можешь купить его или украсть. Понятно. Ладно, я попробую. Ладно. Я попробую его достать. Ясно. Нужно? Ага. Так, а где находится лагерь сектантов? Где находится лагерь сектантов? Выходишь из лагеря через Южные Ворота и идешь на восток. Тебе не помешала бы карта. Хочешь, можешь купить ее у меня. Всего за 50 кусков руды. Южные Ворота – это там, где разрушенная башня? Точно. Ну, у меня уже есть карта. Так, вот тут-то мне и пригодится Идл Парвис. Он-то меня может отвезти. Ну ладно, потом пусть отведет. Ну и тоже. Походим тут сначала по лагерю. Освоимся. Надо выжить время. Спешка не доведет до добра. Мордрак. А, помните, нам про него говорили. Эй, новенький. Я Мордрак. Запомни меня. Я продаю всевозможные товары по низкой цене. Так, и что у него есть? Покажи мне твои товары. Смотри. Так. У него все подряд. Но мне пока ничего это не нужно. А, вот и Южные Ворота. Но мне пока не нужно выходить из лагеря. Сначала я должен как следует освоиться в нем. Люди слишком много болтают. Я думал об этом уже все давно сначально случаются. А мы доишли что-то есть. Но уже тогда было ясно, что я не буду жить. О, мясные шучки. Не самое лучшее решение. Кому это надо? О, арена. Скатти. Кстати, надо с ним поговорить. Он же один из влиятельных... ...людей. Так сказать. Так, если слышите шум, извините. Я тут микрофон двигаю. В чем заключается твоя работа? Что ты здесь делаешь? Я отвечаю за бои на арене. Организую ставки, нанимаю бойцов. Ну, еще что-то делаю. Я хочу присоединиться к этому лагерю. Ты можешь мне помочь? Я хочу присоединиться к этому лагерю. Ты можешь мне помочь? Если ты сможешь удивить меня, то, может быть, помогу. У меня на арене состязаются лучшие бойцы трех лагерей. Вызови кого-нибудь из них на бой, а я посмотрю, как ты себя покажешь. Ну, а там увидим, смогу ли я тебе помочь. Так. Почему ты позволяешь бойцам из других лагерей драться здесь? Я думал, что отношения между людьми из старого и нового лагеря не самые дружеские. Почему же они сражаются здесь? Все просто. Раз в неделю на арене устраиваются бои. А рудокопы после тяжелой работы с удовольствием приходят посмотреть, как наши бойцы бьют лентяев из нового лагеря. Обычно наши люди делают больше ставок, когда дерется кто-нибудь из них. Ну-ну. Лично мне не нравятся люди из нового лагеря. Но дело есть дело. Понятно. А как вы вообще тренируете бойцов? А ты тренируешь бойцов? Конечно. Но я делаю это не ради развлечения. Если хочешь, чтобы я тебя тренировал, придется заплатить. Так. Я хотел бы потренироваться с одноручным оружием. Я хотел бы научиться лучше владеть одноручным мечом. Приходи, когда будешь более опытен. А, требуется 30 очков силы? Ну-ну. Многовато больно. Ну, сражаться мне тоже пока рановато. Наверное, ты прав. Так ты говоришь. Гай. Привет. Хм. Раньше я тебя здесь не видел. Ты новенький. Я прибыл сюда недавно. Уже решил, какому лагерю лучше присоединиться? Нет. А ты можешь что-то посоветовать? Все лагеря разные. Каждый может предложить что-то свое. Пока ты не решил, в каком лагере останешься... Ты можешь пожить в этой хижине. Она недавно освободилась. Так. Что хорошего в старом лагере? Каково преимущество старого лагеря? Если ты будешь платить стражникам, они будут помогать тебе. Защищать от всяческих неприятностей. Они быстро разбираются с теми, кто решил напасть на одного из их подопечных. Кроме того, в нашем лагере товары из внешнего мира стоят не так дорого, как в других лагерях. А что будет, если двое затеют драку между собой? А что произойдет, если два человека, которые отдают руду за защиту, подерутся между собой? Стражники не будут вмешиваться в драку. Они просто подождут, чем все закончится, и потом накажут нарушителей. А что здесь ценится больше всего? Какие товары считаются здесь самыми ценными? Все товары из внешнего мира. Хлеб, сыр, ветчина, и, конечно же, пиво и вино. Настоящая выпивка. В отличие от рисового шнапса, дешевого пойла из нового лагеря. Оружие у нас продают по хорошей цене. А вот доспехи очень дорогие. Стражники забрали себе все пригодные доспехи, которые раньше носили убитые ими тюремщики. Такие доспехи стали их отличительным знаком. Ведь их кому попало, не продают. Чужаку их точно не видать. Это я уж понял. Ладно, хватит о старом лагере. Ладно. О старом лагере я уже кое-что знаю. Лично мне здесь нравится. И мне тоже. А что хорошего в новом лагере? Каковы преимущества нового лагеря? Если тебе нравится жить там, где каждый может убить тебя из-за куска хлеба, то тебе там самое место. Нет, конечно, там не так уж и плохо. Хотя и не так, как здесь. В нашем лагере Гомес старается следить за порядком. А там нет никаких законов. Маги воды могли бы наладить там жизнь. Но они не хотят заниматься чужими проблемами. Все свое время они исследуют барьер. А что хорошего в лагере сектантов? А что ты можешь рассказать мне о лагере сектантов? Спроси лучше об этом тех, кто оттуда приходит. В нашем лагере всегда можно найти пару их послушников. Они-то и смогут рассказать тебе о своем лагере. Сам я никогда там не был. Но у нас говорят, что они очень щедры. Им постоянно нужны новые люди. И они переманивают их из других лагерей. В каком из домов я могу остановиться? Здесь есть пустой дом, в котором я могу переночевать. Вон там наверху есть дом с небольшим навесом. Он никем не занят. Так, а что это за дом? Этот что ли? Ну, скорее всего этот. А что тут есть в сундучках? Пусто. Ну, я так не играю. О, еще один. Может, тут что-нибудь есть? И тут пусто. Да ну нафиг. Ну, понятное дело, тут же не живет никто. Флетчер. Поговорим-ка с ним. Говорили, что он знает Нека, которого нам нужно найти. Ну, страшненько. Эй, ты! Если хочешь заплатить за защиту, то сегодня не лучший для этого день. Да? Это почему? Потому что меня здесь нет. Ээээ... Тогда почему же я с тобой разговариваю? Почему же я, по-твоему, с тобой здесь разговариваю? Потому что Нек пропал. А он ответственен за этот район. Торус приказал мне стоять на страже, пока он не объявится. Не знаешь, где сейчас может быть Нек? Ты знаешь, где сейчас может быть Нек? Нет. Да и где узнать можно, не знаю. Так или иначе, местные рудокопы должны что-нибудь знать. Да только со стражником они говорить не будут. Тем более сейчас. Они знают, как я ненавижу свою работу и уверен, они смеются у меня за спиной. Ясно. Почему бы тебе в отместку не собрать с них еще денег за защиту? Так почему бы тебе просто не забрать у них еще руду за защиту? Нек собрал плату перед тем, как пропал. Так что сейчас с них нечего брать. Ясно. Вечереет, кажется. Давайте-ка отоспимся. Я не думаю, что здесь полное дело. Все время. Ну вот и отоспались. Только между нами. Другим не нужно рассказывать. О, не хотел бы оказаться. Меденец. Похоже, ты хорошо знаешь свое дело. А у тебя неплохо получается, как я вижу. Да уж, недовольных я еще не встречал. Но если таковые и найдутся, им же хуже. Здесь никто не хочет оставаться без оружия. А ковать хорошие мечи умею только я. Сколько времени уходит на изготовление одного меча? Много времени уходит на один меч. Все зависит от меча. А обычный меч я могу выковать очень быстро. Ты и глазом махнуть не успеешь, если, конечно, моя работа будет достойно оплачена. А вот таким, как Уистля, приходится ждать дольше всех. Почему? Платит слишком мало? Да нет, как раз наоборот. За последний меч он заплатил мне 150 кусков руды. Ему подавай не простой меч, а с завитушками и прочими бабьими штучками. А это стоит недешево. Эй, мне кажется, ты меня не слушаешь. Почему же не слушаешь? Я тебя слушаю. А, ну теперь понятно, почему Уистля хотел такой вот крутой меч себе. Ну да. Как дела, кузнец? Ну, кузнец, как дела? А зачем ты хочешь это знать? Может быть, я закажу тебе что-нибудь? Правда? И что же это? Я еще не решил. Приходи ко мне, когда тебе действительно что-нибудь понадобится и нет. Тревожь меня по пустякам. Ха, а когда ж можно будет заказать меч? Я бы тоже хотел здесь поработать. Я хотел бы попробовать поработать у тебя в кузнеце. Так, так. Только с первого раза у тебя все равно не получится выковать хороший клинок. Что мне нужно делать? Что ж, возьми заготовку и подержи ее над огнем. Раскаленную до красна заготовку положи на наковальню и сформируй меч. Когда он будет готов, его нужно закалить, опустив ведро с водой. Потом охлажденный клинок нужно будет заточить на точильном камне. Я все понял. Но без материалов у тебя ничего не выйдет. Если хочешь, можешь купить их у меня. Раз он не хочет ковать нам меч, попробуй выковать его сам. Мне нужны инструменты. Я хочу купить у тебя заготовку. Так. Возможно. Нам нужен кузнечный голод. Самое лучшее решение. И необработанная сталь. Так. И что мы за это отдадим? Окорок. Но его маловато будет. Надо еще что-то отдать. Руду, например. Хуже все то, что... Ну, давайте ковать. Так, готово. Теперь ковать. Эй. Ну отойди. Ты мне мешаешь. А, да отстань ты. Отойди от наковальни. Те, мне хватит болта. А, опять не успел я. Ну, ё-моё. Поговорим об этом в следующем. А, я не успеваю. О, все, наконец-то. Не думаю, что здесь можно хоть что-нибудь изменить. Так, выковали. Теперь его надо закалить. Так. А теперь заточить. Ооо. Ну давай, уходи. Что тебе нужно? Вот, дай мне поточить. Клинок. Уже тогда было ясно. Меч готов. Ну-ка, посмотрим. Ооо. Урон 20. Требуется силы 16. Ааа, мне всего лишь одного очка силы не хватает. Ну ладно. Когда появится, обязательно вооружусь этим мечом. Слышно говоря. Наверное, ты прав. Постой. Лучше ни во что не ввязываться, зверичай. Нельзя верить всему, что слышишь. Никому не доверяй. Здесь будет лук. Давай поговорим об этом. Идёмте дальше. О, кто-то тут. Фингерс. А, помните, говорили, что он тоже влиятельный человек. Давайте с ним поговорим. Я хочу стать призраком. Я хочу стать призраком. И что? Ты можешь мне помочь? Ты мог бы помочь мне? Я не знал, как. Мне нужно чему-нибудь научиться. Мне нужен человек, который сможет меня чему-нибудь научить. Зачем ты меня нашёл? Меня прислал Диего. Ты должен был сразу сказать это мне. Если ты хочешь, чтобы тебя приняли в лагерь, ты должен стать хорошим вором. Или бойцом. Влиятельные призраки будут испытывать тебя. Они дадут задание, на котором ты не должен попасться. Поэтому для начала тебе следует избрать путь вора. К счастью, я лучший вор, какого только можно найти в старом лагере. О, отлично. У меня же задание своровать рецепт у Коргалома. Поэтому мне надо сначала научиться воровать, как следует. А чему ты можешь меня научить? Ты можешь научить меня чему-нибудь? Зависит от того, что ты хочешь узнать. Так. Вскрытие замков и кража. Давайте вскрытие замков. Кстати, не изучайте кражу. Она здесь вам ни к чему. Она вам здесь вообще не пригодится. По-моему, это самое дурацкое умение. Вы только зря потеряете очки обучения. Лучше изучайте вскрытие замков. Я хотел бы знать, как вскрывать замки. Я ничему не смогу научить тебя. Тебе не хватает опыта. Так, ясно. Нужно 20 очков ловкости. Так. Ты ведь замолвишь за меня словечко перед Диего? Ты можешь замолвить за меня словечко перед Диего? Все не так просто. Если ты покажешь себя с лучшей стороны, мы примем тебя. И как это сделать? Найди себе хорошего учителя. Когда ты научишься подкрадываться или открывать замки, тогда я смогу тебе помочь. Чему ты можешь меня научить? Зависит от... Так. Я хочу научиться передвигаться без шума. Я хочу научиться подкрадываться. Я думаю, мое мнение разделяют многие. Что я лучший вор, когда-либо попадавший в эту колонию. Но если ты действительно хочешь научиться подкрадываться, то тебе следует обратиться к Кавалорну. А где мне искать Кавалорна? Где можно найти Кавалорна? Он охотится в диких лесах. Ты найдешь его на пути к новому лагерю. К западу от старого лагеря расположены широкие ущелья. В нем ты увидишь старую хижину лесорубов. Он живет именно там. Понятно. Кстати, пока вы не научитесь подкрадываться, вы не сможете научиться вскрывать замки или воровать. Но воровать, я уже говорил, не надо. Лучше вскрывать замки. О, повар. Поговорим с ним. Как дела? Как у тебя дела? Неплохо. Если умеешь хорошо готовить, друзья к тебе сами придут. Хочешь попробовать тушеный рис? Вот возьми и сам убедись, как это вкусно. Спасибо. А ты мог бы мне помочь. И как же? Что тебе нужно? Думаю, ты любишь вкусно поесть. Я придумал новое блюдо. Рагу из мясных жуков а-ля Снеф с рисом и грибами. Я дам тебе столько рагу, сколько захочешь. Но для его приготовления мне нужно три жука и немного грибов. Пяти должно быть достаточно. Так. Звучит неплохо. Мне нравится идея с рагу. Тогда постарайся достать мне нужные ингредиенты. Тот, кого я в последний раз отправлял за ними, так и не вернулся. Наверное, ушел в новый лагерь. А как звали того парня, которого ты посылал до меня? А как звали того, кого ты посылал за грибами до меня? Так и знал. Думаю, он уже сидит где-нибудь в новом лагере. Это Нек. Я посылал его за грибами. Но он так и не вернулся. Че? За грибами? Хм. Что? На него грибы убийцы напали, что ли? Где можно найти мясных жуков? Ты знаешь, где найти жуков? Там, где много мусора. Возле стен лагеря есть несколько заброшенных домов. Ему уже достаточно. Может быть, там ты что-нибудь найдешь? На первый взгляд они кажутся несъедобными. Но это обманчивое впечатление. Из них получается отличная рагу. Где растут адские грибы? Где мне найти адские грибы? Когда ты выйдешь через южные ворота... Да, вообще-то уже собрал парочку, но ему этого недостаточно. Ты сразу увидишь поляну, на которой они растут. Понятно. Ну, значит, найдем грибы, найдем и Нека. Эй, недавно здесь, а? Я тебя ни разу не видел. Ты не против, если я пройдусь с тобой немного? Тебе же сейчас нужен друг, а? Почему бы и нет? Идем. Как хочешь. Пойдем. Как хорошо. Мы сможем немного поговорить по дороге. Кстати, говорю вам, что он вас будет доставать. Или это сюрприз? Знаешь, я люблю сюрпризы. Он вас, кстати, доставать будет. Но ничего. Как только вы подойдете к какому-нибудь чудовищу, он сразу же зарет... Мне его не одолеть! И смотается. Ну ладно. Кажется, мы тут уже весь лагерь обошли и все, чем можно спросили. Ну ладно. На этом, думаю, и прохождение подходит к концу. Только сначала заплатим, прежде чем уйти вот этому страшному... Хорошо, что я тебя встретил. Ты должен мне 10 кусков за защиту, дневную плату. Ты будешь платить? Не хотел бы я, что вы... Вот, возьми. Вот. Возьми 10 кусков. Для друга не жалко. Я тоже так думаю. Спешка не доведет до добра. До встречи. Ни о чем не беспокойся. Мы позаботимся о твоей безопасности. Ну ладно. Отстань. Так. Ну и если вы хотите увидеть продолжение, то, конечно же, поставьте лайк вот этим видео. Спасибо.